Исследователи из университета Хиросимы в создании проводят всестороннее тестирование крошечного персонального компьютера, который носят на ухе, подобно гарнитуре мобильного телефона, и которым можно управлять щелкая языком или моргая. 17-граммовое устройство включает систему беспроводной связи, приемник навигационной системы, твердотельный компас, барометр, микрофон, динамик, вычислительное ядро, аккумуляторную батарею и встроенную память, в которой можно загружать пользовательские и специализированные программы. Компьютер, например, сможет определить по положению головы пользователя, на какую звезду он в данный момент смотрит, и выдать голосовую справку об этом любезном теле, а также организовать чат с другим человеком, наблюдающим в данный момент этот же участок неба. Управление осуществляется при помощи инфракрасных датчиков, детектирующих крошечные перемещения в ухе, которые возникают в ответ на движение глаз и языка пользователя. Отсутствие необходимости совершения действий с компьютером при помощи рук поможет сделать его неоценимым помощником для медиков, скалолазов, мотоциклистов, водителей автомобилей, астронавтов, инвалидов и так далее. Кроме прочего, компьютер может контролировать состояние здоровья своего пользователя, изверяя частоту пульса, температуру тела и прочих показателей. Акселерометр и гироскоп смогут определить момент, например, когда человек падает в потере осознания, и не передать информацию об этом врачам и родственникам. В случае удачного совершения разработки мини-компьютера, первые коммерческие образцы могут появиться на рынке уже к апрелю 2016 года. Коллектив редакции нашей программы обнаруживает в этом сообщении удивительное совпадение с сюжетом художественного фильма «Она», в котором главный герой влюбился в операционную систему точно такого же внутриушного компьютера. И финал этой истории получился крайне неоднозначным. Надеемся, что японская разработка пока не настолько совершенна, чтобы вызвать в ком-нибудь столь сильную привязанность. Хотя... Да, ну-ка! Весь дерево! Хай-тек! Нами управляют эмоции. Не только меня останавливали сотрудники ГИБДД, только для того, чтобы... А можно посмотреть, что это за автомобиль такой? Здравый смысл. Единственное смущало за это время это клеем. Где-то на рыбалке в Африке приходилось тереться к нищим. И простая логика. Многие считают, что да, лучше большой пустой, чем маленький и удобный пир. А мы управляем машинами и делимся своими впечатлениями в программе «Народный тест-драйв» с Александром Андреевым по субботам в час дня, только на радио «Везде». В Москве шесть часов вечера. Информационная программа «224». Обо всем, что произошло в России и в мире за 24 часа. В студии Светлана Токарева, Александр Андреев. Здравствуйте. Коротко о главных событиях дня и об основных темах нашей программы. Продолжение следует...